Социальные сети – пустая трата времени или бесценный инструмент? Во-первых, живешь только один раз. Получите максимум от своей жизни. Будьте лучшим собой. Делайте выбор, который будет способствовать положительным результатам в вашей жизни и жизни других. Я считаю, что ответ на этот вопрос требует сбалансированного восприятия. Ответ может различаться у разных людей в зависимости от их жизненных ситуаций, доступности социальных сетей и того, для чего они используют социальные сети. Получение и увеличение дохода Многие люди используют социальные сети для увеличения своего дохода или успеха своей компании. Бесценный доступ к информации, меняющий жизнь. Социальные сети прекрасно подходят для получения бесценной, меняющей жизни информации из легкодоступных ресурсов. Бесчисленные часы потрачены впустую. Обязательно проводите время в социальных сетях, просматривая ценный контент. Иногда контент не имеет никакой ценности или пользы. Если да, то не теряйте времени. При этом некоторый контент, например музыка, может иметь минимальную ценность, но влияние на ваше настроение и счастье бесценно. Жизнь заключается не только в том, чтобы всегда быть продуктивным, изучая ценные вещи. Жизнь также направлена на достижение продуктивности и счастья посредством наслаждения вещами, которые влияют на ваше настроение, мотивацию и энтузиазм. Рост социальных сетей Многие предприниматели и руководители говорят о ценности социального арбитража. Иметь социальную сеть и иметь возможность обращаться к другим, когда они вам нужны, бесценно. Если социальные сети помогают вам получить доступ к расширенной социальной сети, это может изменить жизнь непредвиденным образом. Как вы используете социальные сети? Если социальные сети влияют на ваше настроение, успех в жизни, способность развивать сильные социальные сети или способность изучать ценную информацию, тогда, возможно, вам следует избегать социальных сетей. Ценность социальных сетей основана на ваших решениях и ценностях, которые у вас есть в жизни. Социальные сети — бесценный инструмент, особенно в моменты скуки, если вы используете их эффективно и извлекаете из этого ресурса максимум пользы. Если вы позволите этому улучшить ваше счастье и жизнь, тогда это может обеспечить бесценную ценность. Если вы используете его во вредных целях, как показано ниже, возможно, вам следует найти более качественную работу. Просто шучу. С этической точки зрения, конечно, избегайте вредного использования социальных сетей, которые включают в себя. Киберзапугивание. Порно. Манипуляция или причинение вреда другим. Продвигайте зависимости. Продвигайте дезинформацию. Влияние на безопасность или безопасность других. Унижать других, отталкивать или порочить других. И т. дней. Знайте свои приоритеты и цели. Чтобы эффективно использовать социальные сети, знайте свои приоритеты и цели. Например, для себя я отдаю приоритет следующим темам. Жизненные уроки. Образование. Производительность. Профессиональное развитие. Здоровье. Развлечение. Питание. Фитнес. Виды спорта. Музыка. Недвижимость. Бизнес. Крипто. Лидерство. И т. дней. Воспитывает неадекватность и низкую самооценку. Социальные сети могут способствовать возникновению чувства неадекватности и низкой самооценки в вашей жизни, потому что вы проводите все время в интернете, сравнивая себя и свои результаты с другими, хотя, возможно, не видите полной картины. Некоторые люди думают, что социальные влиятельные лица могут манипулировать, просто показывать себя с лучшей стороны, искажать факты, дезинформировать других о том, как они достигли результатов, или искажать то, что вы видите, чтобы все выглядело лучше или хуже, чем кажется. Я говорю, что это вполне возможно. Люди могут делать эти вещи. Они могут использовать свое влияние, чтобы причинить вред другим намеренно или случайно. Они могут повлиять на ваш инвестиционный выбор ради личной выгоды. Может быть, они говорят, покупайте биткоины тогда, когда они вырастут, они продают. Оставив тебя с плохими чувствами. Все это может случиться. Вот почему мы все должны быть зрелыми взрослыми людьми, которые проверяют все, что мы слышим, и воспринимаем информацию с долей скептицизма. Важный показатель того, слушаете ли вы нужного человека и слушаете ли его, включает в себя. Намерение. Демонстрирует ли влиятельный человек в социальных сетях доброе намерение помочь другим и окружающему миру. Ценность. Предоставляют ли они хотя бы какую-то точную информацию, имеющую образовательную ценность, или открывают ли ваш разум чему-то важному. Сознательно игнорируйте остальной шум или просто принимайте стратегические, мудрые решения, основанные на всем, что вы знаете и проверено. В общем, возьмите свою жизнь под контроль. Убедитесь, что вы не проводите нездоровых сравнений между собой и другими. Убедитесь, что вы поддерживаете позитивное взаимодействие в социальных сетях, которое поднимает вас и делает вас лучше, не подвести тебя. Употребление. Использование социальных сетей может вызвать зависимость. Люди склонны постоянно проверять свои ленты и искать подтверждения через лайки, комментарии и репосты других. Люди измеряют ценность на основе подписчиков и комментариев в социальных сетях. Можно стать зависимым от социальных сетей и одержимым проведением бесчисленных часов в социальных сетях. Здесь я предупреждаю, почти все может вызвать привыкание. Вот почему человечеству были даны сила и смелость делать выбор, который влияет на его жизнь и жизнь других. Убедитесь, что вы делаете позитивный выбор и сосредоточены на взаимодействии в реальной жизни, а не измеряете свою ценность на основе социальных сетей или комментариев людей, которые не знают вас настоящего. Источник отвлечения. Социальные сети могут повлиять на вашу способность присутствовать и по-настоящему жить полноценной жизнью. Многие люди, как и я, ненавидят идею проводить часы, просматривая ленты социальных сетей, потребляя контент, который может быть не особенно полезен, или перегружать свой мозг и разум избыточным синим светом, излучаемым электроникой. Тот случай, когда информация не имеет отношения к вашей жизни. Для вас это может показаться тяжелой работой, и это может сильно утомлять. Это может отвлекать вас от жизни и наслаждения окружающим миром. Я советую подходить стратегически к тому, как часто вы используете социальные сети и для чего вы их используете. В противном случае наслаждайтесь природой и реальным общением с окружающими. Социальные сети могут отвлекать от других важных аспектов жизни или позволять вам откладывать реальные жизненные успехи. Социальные сети могут отвлечь вас от взаимодействия в реальной жизни, занимаясь хобби, физическими упражнениями, школой, карьерой, обучением, развлекательными мероприятиями и значимыми личными социальными взаимодействиями с друзьями, семьей и другими людьми. Ложное удовлетворение Другой взгляд на вещи, социальные сети могут предложить вам ложное счастье и ложное удовлетворение в жизни. Социальные сети могут предложить вам бесконечные часы информации и контента, которые удерживают вас от действий, которые улучшат вашу жизнь. Если вы исследуете, 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 вы ничего не достигаете, потому что вы не делаете, не делаете, не делаете. Действия прогрессируют. Проведите исследование, а затем примите меры по реализации всего, что вы узнали. В противном случае вы будете участвовать в бесконечном цикле, который ни к чему не приведет. Эмоционально и физически истощающе Чрезмерное использование социальных сетей может истощить вас как эмоционально, так и физически. Частично это связано с эффектами электронного синего света. Это еще и потому, что время летит незаметно, когда вы пользуетесь социальными сетями. Ваш разум работает очень усердно, и вы можете этого не осознавать. Ваш мозг и тело могут устать от длительного использования социальных сетей всего за несколько часов в день. Вы можете стать менее продуктивным и увлеченным в повседневной жизни из-за чрезмерного использования электроники, и интенсивного внимания к социальным сетям. Взаимодействие через электронику удобно, но личное общение в жизни реально. Реальные взаимодействия обладают силой. Они просто бесценны. Не позволяйте социальным сетям влиять на энергию, которую вы вкладываете в повседневную жизнь. Я рекомендую использовать социальные сети в стратегических временных рамках, но не позволяйте им влиять на ваше повседневное взаимодействие с другими людьми. Именно эти взаимодействия действительно имеют значение в жизни. Удобные коммуникации. Социальные сети очень удобны для общения с другими людьми. Особенно, когда другие не находятся в непосредственной близости от вас. Эта способность общаться с другими людьми по всему миру так, как вы хотите, определенно бесценно. Способствует самовыражению. Психическое здоровье сегодня является огромной проблемой. Каждый озабочен улучшением психического здоровья себя и других. Социальные сети могут дать людям содержательные жизненные уроки, позволяют нам устанавливать позитивные связи, предлагать советы и возможность общаться о проблемах, которые могут помочь нам преодолеть проблемы в нашей жизни и почувствовать себя лучше. Социальные сети могут повлиять на вашу самооценку, если вы позволите это сделать. Это может быть плохо и повлиять на ваше счастье. Я думаю, что важно использовать социальные сети для улучшения вашего психического здоровья и повышения вашего самовыражения и творческих способностей, вместо того, чтобы позволять использованию социальных сетей сосредоточиться на том, чтобы унижать вас, осуждать или создавать негатив. Независимо от социальных сетей, мы все должны стратегически подходить к тому, кем являются люди в нашей жизни. Поддерживайте в своей жизни позитивных и поддерживающих людей, не негативные, унижающие людей. Это касается как личного, так и онлайн-взаимодействия. Обмен своими идеями с другими людьми со схожими интересами может быть одновременно полезным и интересным. Я призываю вас найти способы выразить себя позитивно. Общайтесь с другими. Наслаждайтесь любимыми вещами как онлайн, так и лично. Ресурсы социальных сетей. Через социальные сети вы можете узнать о ресурсах, на которые иначе никогда бы не наткнулись. Это может быть связано с тем, что информация распространяется с использованием привлекательного маркетинга, стиля и общения, которые вам обоим приветствуются и нравятся, и часто преподносятся в увлекательной игровой форме. Стратегически используйте социальные сети для роста. Ограничьте его использование в определенные периоды времени каждый день или месяц. Целенаправленно используйте ресурсы социальных сетей. Убедитесь, что то, что вы просматриваете и используете, поступает из надежных источников. Активизм и пропаганда лучшего мира. Социальные сети могут стать мощным инструментом активизма, позволяющим повысить осведомленность о важных проблемах, ускорить социальные изменения, ускорить экономические изменения, ускорить нормативные изменения, ускорить изменения в системе здравоохранения, ускорить изменения в финансах и банковском деле, а также ускорить изменения в жилищном и банковском секторах. Бездомность. Социальные сети предоставляют нам возможность быть более открытыми и осознавать то, чего иначе мы никогда бы не осознали. Мы становимся открытыми для разных точек зрения. Мы учимся на ошибках других. Мы меняемся как личности, потому что социальные сети делятся информацией так, как нам нравится. Нам следует просто сосредоточить свою энергию на источниках информации, которые приносят пользу и привносят позитив в нашу жизнь. Бесценный инструмент, который может улучшить нашу жизнь и мир вокруг нас. В общем, социальные сети – это здорово. Это может привести к бесценным результатам как в нашей жизни, так и в нашем мире. Важным отличием здесь является то, что нам нужно быть уверенными в том, что мы не теряем время зря. Вместо этого мы предпочитаем использовать социальные сети таким образом, чтобы улучшить жизнь нам самим и другим. Вместо этого принимайте правильные решения в жизни. Не исследуйте бесконечно. Принимайте меры и в жизни. Применяйте все, чему вы научитесь, чтобы сделать мир вокруг вас лучше. Наслаждайтесь личным общением с людьми и природой. Присутствовать. Жизнь – это выбор, сделайте правильный выбор, когда дело касается использования социальных сетей. Обязательно прокомментируйте ниже, социальные сети, пустая трата времени или бесценный инструмент. Подпишитесь и увидимся в следующем выпуске, просто нажмите на список выплат, чтобы увидеть больше.